Всем огромный привет! Вы на канале Натали Мастерс. Мой канал посвящен мастер-классам по вязанию спицами и крючком. Видео выходит каждый день, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, если видео окажется вам полезным. Не забывайте про мой второй канал, ссылка также на него в описании под видео. Не забываем, там обзоры на пряжу, самую разную, замечательную пряжу, которую я могу вам порекомендовать, креативные обзоры. И, конечно же, мы обсуждаем модные тренды, схемы модели и описания. А здесь мастер-классы. И у меня магазин ВКонтакте, обязательно заходите, я доставку осуществляю по всему миру и выбор колоссальный. Нахожусь в Москве, любая пряжа Ализея, пряжа из Перу и, конечно же, итальянские фабрики, цены низкие, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь такой замечательной возможностью. И я очень рада, как работает мой магазин. Итак, сегодня у нас первая часть, видео-мастер-класс по топу. Топ крючком, эффектная вещица, элегантная очень. И, конечно, не пишите мне только, что она такая дырявая. Я обожаю дырявые красивые вещи. И ее можно носить, конечно же, на топик, на маечку, на водолазочку, на купальник, как пляжный вариант. Это очень красивый топ. И уже связана одна сторона, они будут абсолютно идентичные. Поэтому я могу сказать вам, что вам понадобится 300-350 грамм пряжи. Крючок 3,5. И вперед мы с вами, столбик за столбиком, свяжем вот такую вещицу. Конечно, это крючок, поэтому расход достаточно серьезный идет в крючке. И только так кажется, оцените цвет. Это мой любимый цвет. Это такой таупор, зовато-коричневый оттенок. Мы с вами все очень любим, наверное, такие тени для глаз. И, конечно, кожу прекрасно подчеркивает, оттеняет загаром, без загара. Благородный цвет 162, 60 градусов можно стирать пряжу Эджита. Это хлопок мерсеризованный, с красивым блеском. Не скрученный. Большой выбор этой пряжи у меня в магазине. И вы можете посмотреть подробный обзор на моем втором канале. Ссылка также на обзор Эджита под видео. Но мы с вами много из этой пряжи вяжем. Сейчас это милое дело, так как лето на носу, совсем-совсем близко. Кстати, можно выбрать хлопок нужной толщины. Я даю консультацию, могу вам посоветовать. И подобрать меньший номер крючка, тоньше хлопок и связать любого размера. Или толще хлопок и связать любого размера топ. Очень легко регулировать размер. У меня это М размер. И вот детальчику я вам показываю. Такая она классная. Это изнаночная сторона, тоже очень симпатичная. Но у нас весь топ с лицевой стороны. Видите, мы вяжем по кругу, не туда, а обратными рядами. И потом отдельно плечи оформляем. Сегодня мы с вами займемся центральной красивой розеткой. Это не из топа, я вам показываю. Вот такая шикарная роза. Мне почему-то напоминает Нотр-Дам-де-Пари. Сейчас эта тема с пожаром. И когда я вязала, мне эта розетка, конечно же, напоминает готические витражи. И вот эту тему. Такие ассоциации, конечно, возникли. Я набросала вам схемку. Так вот, с левой стороны. Видите, там, когда стирала карандашик, там еще один восьмой столбик голубенький должен быть в центре. Восемь. Мы начинаем с восьми столбиков без накида. Далее самым обычным образом вяжем пару рядов. А потом у нас будет интересная игра. И закончим мы седьмым рядом. На сегодня нам хватит затей, так как розетка, она такая трудоемкая. А дальше будет попроще. Для начала мы наберем пять петель, замкнем их в круг. Или вы можете такую петельку хитрую скрутить. Но я люблю набирать цепочку и вокруг прокладывать ниточку не один раз. И люблю крепко затягивать и потом заправлять железно. Далее мы в это кольцо вяжем восемь столбиков без накида. Напоминаю, в каждом видео, неважно на каком устройстве вы смотрите, телефон, ноутбук, планшет, на самом экране воспроизведения YouTube, справа в верхнем углу есть кнопочка, где вы можете выбрать любую скорость воспроизведения. Хотите быстрее, хотите медленнее, во сколько раз вам подходит. Итак, мы связали восемь столбиков. Я затягиваю, но сразу нитку не обрезаю, потом буду заправлять, когда провяжу. Соединительным столбиком я закрыла ряд, такая пупочка хорошенькая. И первый ряд простенько на этом закончен. Далее я делаю петельки подъема, две петли подъема и две петли поворота. И в следующий столбик без накида по две дужки я вяжу обычный столбик с одним накидом. Снова две воздушные петли и простой столбик с одним накидом. Почему я говорю простой? Потому что мы будем вязать столбики, такие виты или патентно их еще называют. Две воздушные петли, столбик с накидом, две воздушные петли, столбик с накидом. Соответственно, у нас должно получиться восемь столбиков с накидом. Между ними по две воздушные петельки. Пряжа очень красиво ложится. Я уже говорила о том, что напоминает она визуально шелк, если не шчупать, хотя на ощупь тоже очень приятная. Похоже на шелк. Так, две воздушные петли визуально. И мы соединительным столбиком шагаем во вторую воздушную петельку подъема. Готов второй ряд. Третий ряд. Три петли подъема. Три петли поворота. И мы вяжем с вами тот самый патентный или витой столбик. Вот мы накид провязываем, потом две петли и две петли. Витой красивый столбик. Далее, три воздушные петли. И вот эти три воздушные петли надо вязать очень свободно, особенно вторую. Далее мы вяжем столбик патентный в столбик предыдущего ряда. Опять три воздушные свободные петли. Особенно вторая петля должна быть свободная. Потому что нам в нее потом придется вязать много столбиков. Такие нюансы. Она должна быть такая прям расхлябанная. Подходим к концу третьего ряда. И опять мы должны с вами сделать вот что. Провязать одну воздушную петлю, сделать накид. И чтобы нам в центре ряда оказаться, мы должны в третью воздушную петлю подъема провязать столбик с одним накидом. И мы оказываемся с вами в центре. В центре арки. Вот смотрите, что нам придется делать. Можете по схемке проверить. Нам нужно будет вязать по 8 столбиков в одну петлю. Итак, мы вяжем 5 воздушных петель подъема. У нас очень удобная дырочка образуется. Мы в нее будем вязать еще 3 столбика с двумя накидами. И эти столбики мы вяжем вот этим патентным образом. То есть сначала мы провязываем. Делаем 2 накида. Провязываем накид. Потом 2 петли. 2 и 2. То есть по сути как будто столбик с тремя накидами. Но он с двумя всего лишь. Дальше мы переходим в следующую арку. Переходим в следующую арку. И провязываем в центральную воздушную петлю. Делаем 2 накида. Шагаем в следующую арку. Нашим столбиком с двумя накидами. И мы провязываем их 4. В нашу свободную петельку. 2. 3. 4. Почему мы вяжем таким способом? Потому что так захотелось, так красиво. Далее 3 воздушные петли. Между группами из 4 в каждой арке. Видите? А там где у нас столбик в предыдущем ряде. Там у нас не будет никаких воздушных петель. Мы сразу делаем 2 накида. И переходим к следующей восьмерке. 2. 3. И 4. Или 8 в этой арке. Таким образом, в каждую арку мы вяжем по 8 столбиков. И между ними сразу делаем 2 накида. Видите, и вяжем по 2 дужки петельки. Вяжем сначала 4, потом 3 воздушные петли и снова 4 столбика. И весь четвертый ряд у нас такой насыщенный. В процессе можно формировать немножко утюжком, паром обрабатывать, чтобы плотненько все эти столбики красиво сразу ложились, чтобы у вас ничего не раздражало, формировалась сразу красивая розеточка. Я всегда, когда вяжу хлопок, я в процессе иногда подхожу и делаю ВТО. Вот что у нас получается в конце четвертого ряда. Обязательно пересчитывайте, что по 8 столбиков каждую арочку мы провязали. Ряды трудоемкие, поэтому не переходите к следующему ряду, пока не проверите себя. И последнюю четверку в этой арке мы делаем. И как вы помните, мы начинали с вами только с 4 столбиков. Нам надо в первой арке будет добавить еще 4 столбика. В последнюю арку мы провязываем. Четвертый столбик. И нам нужно добавить обязательно в четвертом ряду четверочку в первую петельку, из которой мы начинали подъем. Чтобы в первой арке у нас оказалось 8 столбиков тоже. И мы провязываем. 1, 2, 3. И четвертый. Теперь, как нам сделать соединение. Мне нужно провязать воздушную петельку. И в последнюю петлю подъема я провязываю столбик с одним накидом. Обычный, маленький. Далее, мне нужно сделать 5 воздушных петель подъема в пятом ряду. И провязать патентный столбик с двумя накидами в образовавшиеся отверстия. Очень удобно такие соединения делать незаметные. И провязываю я после петель подъема 4 патентных столбика с двумя накидами туда же. Провязала. У нас получился такой веерок. Далее, 4 воздушные петельки. 2 накида. И я буду в первый столбик провязывать патентный столбик с двумя накидами не до конца, провязав 3 этапа. Далее, опять 2 накида. Накид. 2, 2. Оставила на крючке. Итак, мне нужно сделать 4 раза подряд. Накид. 2, 2 петли. Оставила. Накид. 2, 2 петельки. И когда 4 провязаны, я провязываю все петли с крючка вместе. Далее, 2 воздушные петли, 2 накида. И со следующей четверочкой мы поступаем точно так же. Я не до конца провязываю все столбики. И когда их набираются 4, мне нужно их провязать вместе. Третий. Четвертый. И теперь все вместе. Петля затяжки и 4 воздушные петли. То есть, когда мы к вверху подходим с правой стороны, мне нужно 5 воздушных петель сделать. Такой нюанс, потому что одну петельку я считаю затяжкой. Далее, в центральную из трех петель я вяжу 5 столбиков с двумя накидами патентные. И дальше я повторяю то же самое. 4 воздушные петли, 4 вместе, 2, 4 вместе, потом 5 петель. Потому что одна петелька затяжки. Ну, такой нюанс. Я надеюсь, вы меня поняли. Если вы не будете это соблюдать, а просто вязать 4 петли, ничего страшного не произойдет. Провязываем таким образом весь ряд. По схеме. Подходим к концу. Провязываем последнюю четверку вместе. И дальше нам нужно оказаться точно в начале нашего подъема, поэтому 5 воздушных петель, соединительный столбик в последнюю воздушную петлю предыдущего ряда. Приступаем к шестому ряду. Мы в нужном нам месте, поэтому 5 воздушных петель. И в каждый последующий столбик мы вяжем патентный столбик с двумя накидами, провязывая 3 этапа, оставляя на крючке. И нам нужно все вместе собрать на крючок и провязать. Такой лепесточек у нас закрывается, при этом красивый. Пятый готов. Все вместе мы провязываем. Затягивание петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перешагиваем маленькую арку. Столбик без накида в следующую. Далее 7 петелек воздушных. И опять вяжем пятерочку вместе. Далее петельку затягивания и опять 7 воздушных петель. И опять в арку столбик без накида. Далее 8 арка из 8, потом 7 и опять 5 вместе. И такой у нас 6 ряд простой, а 7 ряд самый простой. И я думаю на сегодня хватит. Мы с вами разобрались с центральной частью топа, с нашей розеткой. И дальше будет только проще, только интереснее. Довязываем. Вот такая плотная, плоская штучка получается. Совсем не похоже ни на какую салфетку, а очень элегантно. Необычно. Так, 8 петель. Заканчиваем. Шестой ряд. И мы должны с вами оказаться в середине арки, поэтому я провязываю 4 воздушные петли. И в петлю подъема я провязываю столбик с одним накидом. Нам нужно быть поближе к самому лепесточку. Итак, далее 9 петель воздушных. И в каждую арку мы делаем столбик без накида. Опять 9 воздушных петель. В следующую арку, ничего не пропуская, столбик без накида. Итак, в каждую арку мы вяжем столбик без накида. И между ними по 9 воздушных петель. Это седьмой ряд. На седьмом ряду первая часть будет закончена. Можно связать пока 2 розеточки. Вот что у нас получается после того, как закончен седьмой ряд. И заканчиваю я его, мне нужно быть на центре, поэтому 4 воздушные петли и столбик с двумя накидами. Продолжение будет, скорее всего, в субботу и воскресенье, или в воскресенье и понедельник, так как завтра у нас стильный крючком блестящий джемпер, мастер-класс ожидается. А этот великолепный топ мы с вами быстренько свяжем за выходные. Да-да-да, готовим летний гардероб. Ну что ж, мои хорошие, я жду от вас, котята мои, как всегда, комментариев, лайков. И, конечно же, участие в конкурсе. Не забывайте про конкурс. Завтра-завтра сяду в видео делать обязательно, конкурсное. Поэтому есть еще шанс прислать письмо, почта в инфобоксе под видео. Пишите, читайте условия конкурса в субботних видео. Я всегда все это расписываю, рассказываю. А на этом на сегодня все. Всех целую, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok